Всем привет, с вами Ирин, и прежде чем я покажу вам сегодняшнее выражение, я дам вам возможность самостоятельно перевести фразу, которую вы видите на экране. Остановите видео и напишите в комментариях, как бы вы ее перевели. Для начала разберем выражение «точка невозврата». Point – очко, момент – бал. Определительный предлог off в данном случае отвечает на вопрос «чего?». Отрицательный чисто no и return, собственно говоря, возврат. Теперь переходим к самому интересному, наличию past. То past как минимум встречали в словосочетании past simple и past continuous, но здесь оно выступает в качестве прилагательного прошедшего. В качестве наречия мы можем вам встретить в ситуациях, когда нам нужно сказать точное время. Например, half past two. Пол третьего. Дословно, половина после двух. Тут мы уже подбираемся к значению этого наличия. Past указывает на прозвенное состояние, и его можно было бы спокойно душой переводить как после, если бы наречия past не имела гораздо более широкий диапазон использования. Взять ту же фразу про точку невозврата, как ее перевести, используя слово после? Никак. В русском языке предложение to be past something переводится обычно глаголом. Мы прошли точку невозврата. Эта часть уже была. Я уже давно не спрашиваю разрешения. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте в комментариях под видео ваши вопросы, идеи и предложения с наречием past. Увидимся! Продолжение следует...